Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами новый выпуск передачи Школы Безопасности и я, ее ведущий, Степан Крижановский. Как видите, мы находимся в лесу. Вячеслав Анатольевич, а ты не помнишь, откуда вы пришли? Не знаю. С наступлением грибного и ягодного сезона увеличилось количество заблудившихся в лесах и болотах Вологодской области. Только 13 июля было зафиксировано 5 подобных случаев. Мы, конечно же, не потерялись, но тема, о которой мы сегодня поговорим, очень серьезная. Ежегодно в лесах теряются люди и не все знают, что делать, если заблудился. Вообще, стоит помнить, что любой поход в лес – дело рискованное. Готовиться к нему нужно основательно и заранее. Что же с собой взять? Самое главное – это местность, куда вы собираетесь отправиться. Обязательно предупредите родных и близких о планируемом походе в лес и в какой месте вы планируете оказаться. В случае форс-мажора это облегчит поиски. Не лишним будет изучить местность по карте, а лучше вообще воздержаться от посещения незнакомого леса. Запомните ближайшие ориентиры – река, железная дорога и подобные объекты. Обязательно зарядите свой смартфон. Даже если не будет связи, то всегда можно определить местоположение и путь по GPS, а ночью им можно будет воспользоваться как фонариком. Одевайтесь в неестественно яркие цвета, которые не встречаются в природе. Например, в оранжевый или желтый. Чтобы вас услышали издалека – возьмите свисток. В случае дождя не лишним будет взять дождевик. Не забывайте о клещах и других насекомых. Возьмите с собой репеллент. Не оставляйте открытых участков кожи. Обязательно возьмите с собой запас воды. Пить из природных водоемов небезопасно. Это может привести к еще большему обезвоживанию в случае дизентерии. Воду из природных источников лучше вскипятить. Спички помогут развести костер. Берите несколько коробков. Храните их желательно раздельно и в сухом месте. И самое главное, если перед выходом вы почувствовали недомогание, от лесного путешествия лучше воздержаться. Возможно, помочь вам будет некому. Одна известная поговорка гласит – «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Лес с места коварное. Отвлекся, понаделся на телефон и все, заблудился. Сейчас мы расскажем, что следует предпринять, чтобы увеличить шансы быть обнаруженными или самостоятельно выйти из леса. Самое главное – не паниковать. Безрассудные действия лишь затруднят поиски спасателям. Определите одно направление, в котором собираетесь следовать. Если нет компаса, то примерную сторону света можно определить по солнцу. В нашем полушарии в час дня солнце всегда на юге. Не пытайтесь ориентироваться по мху. Он может расти не только с северной стороны. Двигаясь по лесу, оставляйте за собой следы. Привязывайте кусочки яркой материи или пакета к ветвям деревьев. Обламывайте ветви, оставляйте насечки. Чтобы вас смогли найти, в МЧС рекомендуют подавать любые звуковые сигналы, использовать свисток или при его отсутствии стучать по деревьям палками, шуметь как можно больше. Если блуждания привели вас к реке, обязательно идите вниз по течению. В противном случае упрятьтесь в болото. Лесные реки берут начало именно там. Двигаясь вниз по течению, велика вероятность прийти в деревню или поселок, или к более крупной реке. Вам повезет, если удастся выйти на линию электропередач. Идите вдоль лэб в любую сторону, они всегда выведут к людям. Если вы набрели на рыбацкую или охотничью избу, лучше ее не покидать. Поисковые группы обследуют их в первую очередь, наряду с дорогами и другими ориентирами. Если удача от вас отвернулась, и вы не успели выйти за светло, оставайтесь на месте. Тут-то вам и пригодятся спички. Костер будет сигнализировать о вашем местоположении, обеспечить теплом, разогреет пищу и высушит одежду. И помните, если родственники знают о вашем примерном местоположении, то самое разумное будет оставаться на месте. Так вас найдут намного быстрее. И чем раньше поступит сообщение о пропаже, тем быстрее его найдут. Не стоит недооценивать лес. По статистике чаще всего теряются как раз опытные грибники слишком уверены в своих силах и знаниях. Не забывайте о наших советах. Держите свой смартфон, всегда заряжен. Без него сейчас никуда, даже в лес. С вами была Школа Безопасности. До новых встреч. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.